МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложности подстегивают сильных к развитию. Мясо, рыба, молоко в крае есть свои, и их достаточно. Но у агрокомплекса края есть проблемы, которые требуется решить. Одна из них – доступность готового местного продукта потребителя. Событие последних месяцев повлияло и на отношение ритейла к местным товаропроизводителям. По нашей информации, количество местных продуктов питания на полках магазинов увеличилось. Но вместе с тем мы понимаем, что у нас еще есть много вопросов, которые необходимо решать в части создания конкурентоспособного продукта. Под новые задачи сегодня выделяются средства из федерального бюджета в размере более 3 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на развитие таких направлений, как переработка продукции, развитие розничных сетей, развитие животноводства. В частности, сети помогут сельхозпредприятиям реализовывать свою продукцию по выгодным условиям и фактически напрямую жителям края. В рамках программы планируется создание больших логистических центров, в которые будет поступать сырье, проходить проверку, переработку и в виде готовых продуктов поступать в магазины в разные населенные пункты края. Таких логистических центров может быть создано несколько возле каждого крупного города. Но уже сегодня крупные торговые сети в новых условиях все больше ориентируются на местного производителя. И сейчас на прилавках здесь есть и наша форель, и наша колбаса, и наше свежее мясо, и сыр, и молоко. Если говорить о цифрах, то есть Россия – это порядка 80% в товарообороте, порядка 30% из них – это местные производители. Цифры говорят сами за себя. То есть в каждой категории можно спокойно и смело найти отечественный товар, его купить, ну, вот, собственно, и радоваться, наслаждаться. Если брать ту же категорию мяса, ну, чтобы быть еще более наглядной, да, все мясо, 100% – это местные производители. В красноярских заведениях общепита, кафе и ресторанах тоже все чаще в рецептах, даже с иностранными названиями, местные продукты. Мясо, овощи, сыр, яйца – в основном из хозяйств Красноярского края. За редким исключением, но это уже совсем для гурманов, говорит Никита, управляющий одного из ресторанов Красноярска. Уже начали у нас появляться фермеры местные, которые начинают уже производить мраморную говядину, то есть они завозят коров Black Angus вида, то есть, ну, она у нас уже, в принципе, есть в ресторане, то есть можно попробовать. Изначально меню старались, когда делали, старались его адаптировать под наши продукты, для более-менее, чтобы было, как бы, нам работать, и чтобы мы не могли менять меню через, там, каждый день, из-за того, что продукт уходит, а нету, допустим, аналога. Большое внимание сейчас уделяется и организации сельхозярмарок. Теперь из сезонных они постепенно превращаются в ежемесячные, а иногда и еженедельные. И здесь прямой живой контакт потребителя и производителя. На ярмарках часто можно купить настоящую домашнюю продукцию из небольших подсобных хозяйств. И всю актуальность таких форм торговли понимает и приветствует губернатор края Виктор Толоконский. Сегодня с крупными торговыми сетями глава края уже договорился, что местным производителям на прилавке первоочередной доступ. Мы ввели некоторые правила об обязательном доступе сельхозтоваропроизводителей, вообще производителей наших товаров. Ну и образно я говорю сетям так. Не будете выполнять эти требования, торговать буду у вашего крыльца, с машин, с простых форм. Не надо здесь с нами особо спорить. Надо все вместе выдержать и не поддаваться на соблазн спекуляции в этих условиях. В нашем проекте мы не смогли показать все предприятия, которые сегодня отвечают за нашу продовольственную безопасность. Но и цели такой не стояло. Мы говорили о позитивных примерах развития хозяйств и о возможностях, которые открываются перед агрокомплексом в новых условиях. Как видим, такие примеры есть и их достаточно для того, чтобы Красноярский край смог накормить тебя сам качественными продуктами, без оглядки на импорт. Это наша еда.